Типы мужчин, с которыми точно не стоит строить отношения. И у них, конечно же, есть надежда, что я ему помогу, я его спасу, я его сделаю лучше. Без меня он не сможет, без меня он умрет, без меня его жизнь станет хуже. И зачастую, конечно же, это мужчины, которые имеют очень красивую внешность или красивую, которые внешне привлекательны для женщин. Это мужчины-пополамщики. 50 на 50, все должно быть 50 на 50, все должно быть пополам. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, первый тип мужчин, которых стоит избегать, с которыми не стоит строить отношения, это зависимые, алкозависимые, наркозависимые, игрозависимые. То есть это те мужчины, которые много времени посвящают чему-то, какой-то вредной привычке, тем самым они спасаются от какой-то внутренней боли, от какой-то внутренней пустоты. И обычно женщины, которым нравятся такие мужчины, это женщины с синдромом спасательницы. Или женщины, которые в отношениях с мужчинами проявляются как мамы, сверху вниз, которые испытывают жалость к мужчинам. И у них, конечно же, есть надежда, что я ему помогу, я его спасу, я его сделаю лучше. Им кажется, что без меня этот мужчина не справится, без меня он не сможет, без меня он умрет, без меня его жизнь станет хуже. Именно поэтому такие партнеры притягиваются. Но моя рекомендация, стоит избегать таких мужчин, если вы заранее на первых свиданиях понимаете, что у этого мужчины есть зависимости. Либо даже уже на каких-то первых этапах отношений. Знаете, что это очень сложно изменить, если этого не хочет сам человек. Второй тип мужчин, которых стоит избегать, с которыми не стоит строить отношения, это мужчины-абьюзеры. Или кто? Мужчины-тираны. Эта тема все больше набирает оборотов в интернет. Это те мужчины, которые делают женщину зависимой от него, эмоционально, материально. Это те мужчины, которые во внутреннем круге, в семье, в отношениях могут проявлять агрессию. Агрессию эмоциональную, агрессию физическую. И обычно эти мужчины очень, они любят чувствовать физическое доминирование, да, но при этом во внешнем мире они часто не могут там преуспевать, не могут найти работу или больше зарабатывать. То есть и с виду они могут быть очень вежливыми, с виду они могут быть очень даже приятными людьми. Но во внутреннем круге они делают так, чтобы женщина от него зависела. И поэтому часто, не все, но часто такие мужчины рано готовы вступать в отношения, рано женщину готовы брать замуж, рано знакомиться с родителями. На свиданиях они уже обсуждают детей, замужество, будущую совместную жизнь. И рано, да, готовы заводить ребенка. Потому что даже самая сильная женщина, да, самая независимая женщина, когда она беременна, она становится слабой. И зачем это делает абьюзер-тиран? Тиран, чтобы его не бросили. То есть делая женщину возле себя зависимой, это гарантия для него того, что она от него никуда не денется, она его не бросит. То есть часто у мужчин-абьюзеров-тиранов есть страх предательства, есть страх, что их бросят. И сюда же в этот подтип абьюзеров-тиранов входит тип мужчин, это ревнивцы. Знаете, такие гиперревнивцы, которые очень ревнивые, которые ревнуют вас каждому столбу, которые проверяют ваши телефоны, которые говорят там, не одевайся красиво, в зал не ходи, значит, ты мне хочешь там изменить. И поначалу, если женщина незрела, ей это нравится, это суперревность, потому что ей кажется, что, значит, я ему точно нужна, значит, я любима. Но на самом деле ревность это от неуверенности, ревность это от страхов, да. Следующий тип мужчин, которых стоит избегать, это наши маминкины сынки, мамулькины сыночки. Это те мужчины, у которых самая главная женщина в его жизни, в его мире, это кто? Мама. Это мамулечка. И у него могут быть уже дети от жены, у него может быть своя семья. Но все равно слово мамы закон. Мама это номер один. И я не говорю, что не нужно маму любить или о ней нужно забывать. Но когда взрослый мужчина ставит маму на первое место, будучи уже в семье или будучи в отношениях с женщиной, да, то это признак нездоровости. Это признак того, что мужчина не повзрослел. Это признак того, что мужчина не сепарировался от мамы. И, конечно же, в больших случаях это не потому, что он плохой, а потому что, ну, так мама воспитала, так мама создала эту взаимосвязь, чтобы сын чувствовал себя виноватым, чтобы он чувствовал себя должным, чтобы он чувствовал стыд, вину и долг перед мамой. И поэтому, с одной стороны, да, важно, чтобы у мужчины были нормальные отношения с родителями, нормальные, но при этом не нужно путать гиперлюбовь и тесную связь мамы и мужчины с нормальной любовью. Нормальная любовь это когда мать не вызывает чувство вины, не вызывает чувство долга. Это когда мать живет своей жизнью и отпустила своего сына в его взрослую жизнь. Дети пришли в эту жизнь не для того, чтобы обслуживать травмы родителей. Дети пришли в эту жизнь, чтобы быть счастливыми. Следующий тип мужчин, которых стоит избегать, это мужчины-пополамщики. 50 на 50. Все должно быть 50 на 50. Все должно быть пополам. И в одном из своих видео я где-то записывал, что это же большой обман. Потому что, ну где вы видели вот ровно 50 на 50? Так не бывает. В большинстве случаев 50 на 50 выглядит так. Он и она работают. Он и она плюс-минус одинаково зарабатывают. И она еще следит за порядком дома. Она еще занимается воспитанием детей. Она еще делает много чего другого. Мужчина приходит с работы уставший и втыкает в телевизор, в телефон или в какую-то игру. А женщина приходит с работы домой и у нее еще там условно вторая работа. Так какие же это 50 на 50? Но называется это типа как бы пополам. И поэтому я против этого. И я считаю, что таких мужчин тоже стоит обходить стороной. При условии, если вам откликаются мои ценности. Если вы говорите, да нет, Ярослав, я с тобой не согласна. Мне окей 50 на 50? И меня все устраивает про то, что ты сейчас говоришь. Тогда не вопрос. Тогда я не против вашего мнения. Вы имеете право иметь собственную позицию. И то же, что часто я замечаю, что зачастую 50 на 50 на постсоветском пространстве плавно перетекает, что женщина начинает больше зарабатывать мужчины, а мужчина опускает руки. И вы можете также сказать, но в Европе, в Италии, в Германии, там в Америке, там же 50 на 50. Послушайте, у меня есть много выпускниц программы Путь Женщины. Да, и даже в Германии, даже в Италии есть нормальные мужчины. Даже в Германии есть мужчины, которые готовы обеспечить. Вопрос в том, каких мужчин вы притягиваете. Понимаете, где бы вы ни были, мы притягиваем то, чему мы соответствуем. Поэтому если тебе важно разобраться, как стать классной женщиной, как притягивать достойных мужчин, как строить такие отношения, где мужчина относится к тебе как к женщине, как перезагрузить уже неправильно построенные отношения, как возобновить нормальные отношения, да, или как выйти из больных отношений, пожалуйста, прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатные вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению», где эти и другие темы мы разбираем максимально подробно. Следующий тип мужчин, которых нужно избегать, это альфонсы. Это еще хуже, чем пополамщики. Это мужчины, которые живут за счет женщины. Это мужчины, которых обеспечивает женщина. Обычно это прикрывается чем? Что у него депрессия, у него там не сезон в бизнесе, его там уволили с работы, или он ищет себя. Обычно это отмазка. Обычно это просто отговорки. Это просто называется альфонс, мужчина, который живет за счет женщины. И если вы богатая, обеспеченная женщина, и вам нравятся красивые, легкие, довольные мужчины, и вас это устраивает, эта позиция, тогда я не против. При этом, если вы все-таки за традиционные отношения, где мужчина это мужчина, а женщина это женщина, тогда, пожалуйста, обходите мужчин альфонсов стороной. Следующий тип мужчин, которых стоит избегать, это мужчины-нарциссы. Это мужчины, которые, знаете, с таким нарциссическим, эгоистичным поведением и проявлением. То есть, где он центр вселенной, он самый классный, он невероятный. И все, что ему нужно, чтобы рядом люди подпитывали его классность. То есть, ему нужна рядом женщина, с помощью которой его, так сказать, некая искусственная самооценка будет только расти. Где будет подтверждение, что он самый лучший, самый невероятный. Не нужно путать это с признанием мужчине. Конечно же, если ваш мужчина действительно классный, если он действительно целеустремленный, если он не лежит на диване, если он много делает для вас, много делает для семьи, и вы его считаете классным, и вы его считаете супер достойным и так далее, это не нарциссизм, это абсолютно нормальный взаимообмен. Но когда вы восхваляете человека, а он от этого только превращается в еще более ленивого, но при этом самодовольного, то это нарцисс, которых нужно обходить стороной. Конечно же, нарциссизм, он больше, больше, он нравится девочкам помоложе. Понятно, что более взрослые женщины, там меньше есть проявлений, чтобы они реагировали на нарциссов. Но тем не менее, я должен был упомянуть это, как вид мужчины, которого нужно обходить стороной. И зачастую, конечно же, это мужчины, которые имеют очень красивую внешность, или красивую, которая внешне привлекательна для женщин. Я не говорю, что все красивые мужчины, они нарциссы или эгоисты, но многие из такого типа мужчин, к сожалению, скатываются именно в нарциссизм. Следующий тип мужчин, которых нужно избегать, это, конечно же, бывшие. Бывший мужчина. Вы очень любите возвращаться к бывшим. Вы очень любите 25 раз входить в одну и ту же воду, наступать на одни и те же грабли. И я согласен, есть исключения. Я согласен, что есть исключения, когда люди сходятся, что-то там меняется у них, и они переходят на новый этап отношений. Но давайте по-честному. Какая статистика, когда женщина сходится с бывшим, и там наступает какое-то второе дыхание, что-то по-другому? Зачастую, если вам хочется возвращаться к бывшему, или вы даете шанс бывшему, значит, вы надеетесь на то, что он изменился. Но поймите, что если вы сами не меняетесь, то и партнер тоже вряд ли изменится. И поэтому очень часто, что возобновление отношений с бывшими, оно выглядит так, что все то же самое, только еще хуже. Поэтому, если вы хотите сойтись с бывшим, задайте себе вопрос, а если вокруг меня сейчас были достойные, классные мужчины, мне бы хотелось с бывшим что-то пробовать, мне бы хотелось думать о бывшем, мне бы хотелось давать десятый шанс бывшему. И да, я уже слышу здесь оправдание. Не, ну а если у нас общие дети? Не, ну а если дети по нему скучают? Это зачастую оправдание. Безусловно, дети скучают по папе. Безусловно, хорошо бы, если была бы семья милая, гармоничная и счастливая. Ну послушайте, если бы она таковой была, вряд ли бы вы сходились. Но при условии, если вы понимаете, я проделала большую работу над собой как женщина. Я там проработала травмы, я там разобралась в психологии отношений. Я чувствую себя реально сейчас другим человеком, да, выше уровня. Я сейчас понимаю четко, что мы можем попробовать, и возможно из этого что-то получится. Тогда это другой подход. Но большинство сходится с бывшими, не меняя себя, а просто надеясь, что оно каким-то чудом само все образуется, потому что мы вместе там что-то поняли, потому что мы соскучились, потому что у нас давно не было секса. Если для вас важно разобрать такие темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать классные, достойные, счастливые отношения, как выйти из недостойных отношений, где найти в себе эти силы, и стоит ли выходить из недостойных отношений. Прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатные вебинары, где эти и другие темы мы будем разбирать максимально подробно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и поделитесь в комментариях, как вам это видео и все ли типы мужчин я упомянул или, возможно, я кого-то забыл.